Дай почитать. Дети боятся темноты, и всякие злобные и вонючие ведьмы, уроды, ползуны, перерожденцы используют их страхи и забирают свою мрачную крепость и превращают их в ночных детей. Кожа становится серой, глаза неестественно большими, а воля оказывается порабощенной инфернальными силами. Украшают книгу иллюстрации. Даже фантазировать не надо, оборотни, монстры, колдуны просто кишат ими страницы. Автором иллюстрации является сам Ник Орд, и, пожалуй, именно иллюстрации самое большое достоинство этой книги. Сюжет скрепляет страх Билли и других детей. Карманные часы, которые отец подарил ему как семейную реликвию, и которые в нужный момент его спасут. И меч, в котором заключена смерть мага, и который оживит Билли при помощи часов. Мальчик преодолеет страх и прогонит мага, хотя финальная страница обещает встречу впереди. Очень напоминает сюжет про короля Артура и меч в камне. Здесь, кстати, он тоже в камне. Не буду скрывать, книга, хоть и задумана, как кошмар и ужас, не показалась ни страшной, ни зловещей, скорее, какой-то искусственной. Ее смастерили по установленным лекалам и штампам. Образ Билли, преодолевшего страхи, не подчинившегося манипуляциям мага, готового на все ради спасения своих товарищей, спасения всех ночных детей, неистого, мечтающего вернуться в свой дом к родителям, безусловно, привлекает. Он помнит все про себя и не боится бросить грозному и всесильному магу вызов и, более того, заглянуть самому страху в глаза. Да, крикнет Билли, я не боюсь, а вслед за ним просканзирует остальные дети, мы не боимся. Вот такая книга некий Уорда «Царство ночи. Побеждающая страх. 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!